Здравствуйте! В эфире МТРК Новости. О событиях этого дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Ксения Куценко. Смотрите сегодня. Субтитры предоставил DimaTorzok Теперь обо всем подробнее. В регионе идет пассивная кампания. Семенами и техникой аграрии обеспечены. По информации специалистов Управления сельского хозяйства, на 18 мая в области земледельцы засеяли порядка 237 тысяч гектаров. Это почти 6% от общей площади. Из них зерновые заняли уже 126,9 тысяч гектаров сельхозугодий. Активнее всего североказахстанские хлеборобы ведут работы в Акжарском районе. Здесь засеяли 10,5% территории. Не отстают козлыжарцы и шалакынцы. Масличные культуры посеяны на площади 76 тысяч гектаров, а кормовые на 136 тысячах. Лидирует здесь козлыжарский район, обработали почти 23% земель. Около 19% аиртаутцы и 18% есильцы. Кормовые культуры засеяли на площади более чем 23 тысячи гектаров. Ведется также посадка картофеля и овощей. Каждый погожий день у земледельцев на особым счету. К другим темам. Расширение действующих производств и реализация новых проектов. На заседании регионального координационного совета рассмотрели 11 заявок североказахстанских предпринимателей. Все они претендуют на финансовую помощь в рамках единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020». Репортаж Ирины Банфиловой. Заседание регионального координационного совета заместителя Акима области Ирлана Укинов начинает с приятной новости. Бизнесмены региона стали активнее пользоваться единой программой поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020». Общая сумма, которая предполагается сегодня мерами господдержки охватить, превышает 1 миллиард тенге. Из них одна заявка подана на гарантирование кредита. Концептуально это очень важно, что сам бизнес сегодня тянется за новыми инструментами. Предполагается в совокупности выплатить из бюджета за три года субсидии в случае, конечно, одобрения на сумму свыше 130 миллионов тенге, в том числе в текущем году на сумму 42 миллионов тенге. Первые на заседании рассматривают заявку ТО «Достар Нью» на субсидирование процентной ставки по кредиту банка. Предприятие выпускает строительные материалы, производство планируют расширить, необходимо сырье. Получить финансы рассчитывают по единой программе «Дорожная карта бизнеса-2020». На сегодняшний день в ТО «Достар Нью» имеется производственная база с необходимыми станками и оборудованием, а также квалифицированные специалисты в количестве 34 человека с большим стажем работы. Вся выпускаемая ТО «Достар Нью» продукция проходит высочайший контроль качества, что подтверждает сертификационные соответствия. Представителям предприятия у членов регионального координационного совета возникло немало вопросов, но заявку у бизнесмена единогласно одобрили. Надеется на такой же результат и директор ТО «ТАСК» Осет Ерсаинов. Птицефабрика занимается производством куриного яйца. Для дальнейшего развития бизнеса необходимы оборотные средства. На сегодняшний день мы уже начали расширение. У нас на сегодняшний день запущен один корпус для содержания ремонтного молотника. И также 1 июля уже планируется заселение промышленного стада. В ремонтном молотнике на сегодняшний день содержится 74 тысячи голов. Надеюсь на одобрение, прежде всего, что нас поддержат. И предприятие продолжит свое развитие, что даст возможность в целом создать рабочие места. Проект одобрили. Вместе с тем, Ерлана Укинов рекомендует предпринимателю реализовывать товар не только на рынках областного центра, но и в супермаркетах. Касается это и других птицефабрик региона. Положительный ответ на заседание получил еще один проект. То агротехника «Жамбыл» планирует приобрести 250 голов скота породы ангус. Всего на координационном совете рассмотрели 11 проектов предпринимателей региона, которые развивают бизнес в различных отраслях. Ирина Панфилова, Тимур Ахматуллин, Новости МТРК. Выпуск новостей продолжит реклама. Не переключайте канал. Строительная компания «Газградстрой» и жилищно-строительный кооператив «Наш город» продолжает строительство современного жилого комплекса «Козылжар», расположенном на пересечении улиц Жамбыла-Партизанская. На данный момент произведена заливка технического этажа первого подъезда. Также производится заливка 12 этажа на втором, третьем и четвертом подъезде. Кирпичная кладка ведется на шестом этаже. Также приступили к подготовке к остеклению. Залит нулевой цикл на первой 16 этажке. Внесите первый взнос и станьте обладателем новой квартиры по минимальной цене. Стремясь сделать жилье в новостройке максимально доступным, мы разработали новую программу. Рассрочка на три года без каких-либо процентов и переплат. «Газградстрой» продолжает воплощать ваши мечты в реальность. Подробности по телефону 361919 500 807. Строительная компания «Газградстрой» воплощает мечты в реальность. Вы смотрите новости и мы продолжаем. Украл, получи срок. Североказахстанские полицейские задержали трех злоумышленников, пытавшихся сдать на мясо украденных лошадей. Подробности в материале прислужбы Департамента внутренних дел. Ранним утром в отделение полиции Соколовки поступил звонок. Житель села Красноярка сообщил о краже двух лошадей и жеребенка. На место преступления незамедлительно выехала оперативная группа. Подворный обход и опрос сельчан результатов не принесли. Потерпевший признался, что двери сарая не были заперты. Разделившись на несколько групп, полицейские вместе с добровольцами прочесали близлежащие леса и поля. И только поздно ночью на территории Якорьского сельского округа стражи порядка остановили подозрительную автомашину. В полуприцепе легкового авто находились две связанные лошади и жеребенок. Подозреваемые передвигались на автомашине ВАЗ-2107 белого цвета. Один житель Козлоджарского района, ранее судимый за аналогические преступления. Двое жителей города Петропавловска. Из них тоже один ранее судимый привлекался также за хищение чужого имущества. Похищенное было изъято и вернули владельцу под сохранную расписку. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Кража». Проводится расследование. Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. Кристина Горбаченко, Арман Байнды. Присодействие Пресс-службы областного департамента внутренних дел. Специалисты водно-спасательной службы региона проводят ежедневные рейды. Информируют североказахстанцев о правилах безопасности на воде. Раздают специальные памятки и листовки. В одном из таких рейдов вместе со спасателями побывала и наша съемочная группа. Спасатели работают в любую погоду. Им не важно, пасмурно сейчас или солнечно. Есть четкая задача проинформировать североказахстанцев о правилах поведения на воде. Для этого сегодня они используют памятки и листовки. В связи с тем, что вода не прощает ошибок, в этом году уже были зафиксированы случаи гибели людей на воде, в том числе ребенок. В связи с этим ежедневно проводятся с сотрудниками водно-спасательной службы рейды с предупреждением, с проведением бесед, с вручением памяток о правилах поведения на воде, правилам использования лодок, грибных, моторных, ну и также остальные меры безопасности на воде. Говорить о безопасности сейчас, во время большой воды, самое время. Любители рыбной ловли устремились со снастями на реки и озера. Но не каждый из них помнит о правилах поведения на водоеме. А потому, если во время рейда замечен рыбак, его следует предупредить. Я осведомлен службой МЧС о правилах безопасности на водоеме, что нельзя находиться в нетрезвом состоянии, купаться, ложиться спать и прочие вещи. Все меры предосторожности соблюдаю. Памятки полезны не только рыбакам, но и любителям купаться в необорудованных для этого местах. В преддверии пляжного сезона, который официально стартует 1 июня, эта информация будет актуальна. Денис Сивков, Жудузбекер Муканов, Новости МТРК. Защитники Отечества. В Петропавловске торжественно проводили на место службы 45 призывников. Это уже шестая партия новобранцев весеннего призыва, который пополнили ряды вооруженных сил Казахстана. Репортаж Ольги Загоройко. Проводы будущих защитников Отечества проходят на театральной площади у памятника Карасаю и Агантаю Батыра. В 17 веке они не раз демонстрировали воинское искусство и отвагу. Их храбрость и любовь к родине достойны подражания. В знак этого призывники возложили цветы к памятнику. После будущих воинов нам подствовал заместитель Акима Североказахстанской области Владимир Бубенко. Престиж воинской службы в последние годы заместно вырос. Служба в армии является пропуском для поступления в силовые структуры, в государственную службу. Ведь многие структуры, которые принимают в основном мужчин на работу или службу, при приеме отдают предпочтение тем, кто отслужил по призыву. 45 призывников. Они уже сменили гражданку на военную форму. Впереди у них трехмесячное обучение, затем распределение по местам службы. Призываем наших граждан призывного возраста в Джамбулсколост, поселок городского типа Гвардийск, войсковой части 3211. По воинской специальности, если подходить, они уходят у нас в основном воители категории БЦ и имеющие техническое образование. Всего в мае в ряды вооруженных сил Казахстана отправятся служить 232 североказахстанца. Среди них Айбатыр Кожахметов. Ему 24 года. Закончил колледж по специальности защиты в чрезвычайных ситуациях. К службе в армии готов. Я занимался велоспортом в спортшколе с 2003 по 2010 год. Выполнил кандидата мастера спорта. И вот теперь хочу уйти в армию и отслужить. Провожать Айбатыра пришли родные. Своего волнения не скрывают. Инна Кожахметова желает сыну успешно пройти испытания на мужество. Второй сын у меня. Первый не служил. Второй сын. Волнуюсь, конечно, мама же я. Я желаю, чтобы они приехали домой. Целыми здоровьями я горжусь за ними. Всего этой весной ряды казахстанской армии пополнят 700 североказахстанцев. Ольга Загоруйко, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК. В восьми многоэтажках областного центра в этом году появятся новые лифты. Установку дорогостоящих подъемных устройств жильцы оформляют в кредит по государственной программе модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Денис Севков расскажет подробнее. Эти девятиэтажки по адресу улица Мира 294 уже порядка 25 лет. В доме четыре подъезда в каждом установлен лифт. Но у большинства из них истекал срок эксплуатации. Потому потребовалось установить новые современные подъемные устройства. Об их удобстве говорят пенсионеры. Удобно старику пешком ходить, тяжело же. Мы для того деньги заплатили, чтобы удобно было. За хлебом скажу, купить мусор, вывалю, продукты принесу, тут рядом и все. Новые подъемные устройства в здании установили в рамках государственной программы модернизации ЖКХ. Три новых лифта обошлись в 11 миллионов тенге. Оплата с квартир составляет чуть более 2000 тенге в месяц. Расплатиться полностью жильцы намерены через 7 лет. Три года назад люди здесь давно лифты не работали совсем практически. Три года назад организовались, попросили в эту жилищную программу попасть. Три года ждали, но это зимой нам установили лифты. В трех подъездах в одном здесь оставался живой лифт. Ну, лифты работают, все нормально. Новыми лифтами жильцы дома довольны. Здесь и пожилые, и молодые, и с ребятишками, и с колясками. И очень тяжело на 9 этаж подниматься вообще нереально. Вот, и у нас так получилось, что у меня мама как раз перед тем, как лифт поставили, сломала ногу в трех местах. И если бы не лифт, она бы домой уже не попала к себе, потому что подняться на 9, на 7 этаж со сломанной ногой уже бы не смогла. Большое спасибо за лифт. В этом году по программе модернизации ЖКХ в многоэтажках Петропавловска вместо старых лифтов появится 8 новых. Денис Севков, Владимир Боровков. Новости МТРК. К другим темам. Единое родительское собрание. Его провели в минувший выходной в 16 регионах страны и приурочили к Международному дню семьи. На встрече говорили о психологической подготовке школьников и их родителей к единому национальному тестированию. Ольга Загоройко продолжит тему. За партами сегодня не дети, а их родители. Они отвечают на вопросы тестов ЕНТ. У Елены Кондратьевой трое детей. В этом году выпускается младший Иван. Это полезное, волнение также. Вот семинар – это дело такое поучительное. Они молодежь, они молодые, они должны с этим справиться, волнением. Мы их поддерживаем. Мы в выходные стараемся на отдыхе ездить. Балуешь их маленечко, в этот момент стараешься покупками, что это стимулирует. По замыслу организаторов, такой тренинг позволит родителям лучше понять чувства детей. Ведь чем ближе ЕНТ, тем обстановка становится накаленней. Нервничать начинают все. Родители переживают, даже бывает, больше, чем дети. А, как известно, переживание передается детям и получается дополнительно лишний стресс. Не количество баллов важно, а важно, чтобы ребенок достойно прошел. И его, конечно же, психологическое здоровье, его самочувствие, и чтобы ребенок был, конечно же, жив и здоров. Родители нередко допускают ошибки в поведении. Самые распространенные обсудили на встрече. Во-первых, слепо следует знаменитому завету Ленина – учиться, учиться и еще раз учиться. Детям нужен отдых, говорит координатор Института семейного воспитания Ирина Якимова. Особенно советует отказаться от зубрежки за день до тестирования. Накануне им необходимо отдохнуть, а возможно, даже всей семьей, для того, чтобы почувствовать помощь и поддержку, что родители рядом. Утром нужно встать, как в обыкновенный день. Естественно, никаких пищевых экспериментов, никаких таблетированных экспериментов не нужно проводить. Нужно просто сказать себе, как вы знаете, утром в взгляде в зеркало, я справлюсь, я уверен. Такого самовнушения должно быть достаточно, считают психологи. Прием успокоительных средств в день тестирования будет излишним. Таблетки могут притупить интеллектуальную деятельность выпускника. Такие консультационные беседы с родителями прошли по инициативе Института семейного воспитания в 16 регионах страны. В Североказахстанской области их провели в 331 школе. Ольга Загоруйко, Желудызбек Ермаканов, Новости МТРК. Помним маэстро. 18 мая известному казахстанскому исполнителю и композитору Батырхану Шукенову исполнилось бы 53 года. В Петропавловске в этот день организовали Вечер памяти. Подробности далее. На весь квартал разносится любимая многими песня Батырхана Шукенова. Горожане интересуются, что же происходит в детско-юношеской библиотеке. Сегодня здесь вечер памяти знаменитого казахстанского композитора. 18 мая Батырхан Шукенов отметил бы свой 53-й день рождения. Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе. И в конце апреля всех поклонников таланта нашего земляка огорошили печальной вестью о его смерти. После «Мир» и «Казахстанцы» хлестнули акции в память о Батырхане. Собирались поклонники его творчества, пели песни маэстро, зажигали свечи. Страну объединила эта печаль. Сегодня Петропавловцы вновь пришли вспомнить талантливого композитора-исполнителя. Как звезда он принес много достижений своей стране, он прославил ее. И многие слушают его. Я горжусь тем, что он являлся гражданином нашей страны. На улице развернули небольшую выставку. Здесь газеты и журналы со статьями о Батырхане. Собирали материалы, чтобы показать его личность с разных сторон. Сегодня мы подготовили фото-выставку, посвященную Батырхану Ширкенову, его творчеству. Выставлена его биография. В первую очередь, он был очень скромным человеком. Вчера подтвердила, что он был очень талантливым. И то, что он был послом доброй воли. Информацию с интересом изучают. Граждане активно подпевают любимым мелодиям. Эти тексты многие знают наизусть. Нелюбимая «Твои шаги» от Анана, певица и саксофон. И, конечно, первый хит Батырхана – Джулия. Он остался в сердцах всех, кто любит и ценит его талант. Память о Батырхане будет жить вечно. А как вечно будут жить и его песни, говорят участники акции. Ксения Куценко, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК. Приказ вернуться живым. В отечественном военном телесериале, который вышел на телеканале «Хабар» в канун 70-летия победы, снялся наш земляк. Актер областного русского драматического театра имени Николая Погодина Владимир Шустав. Он сыграл роль красноармейца, героя Советского Союза Степана Толмачева. Репортаж Кристины Горбаченко. Деда, а ты придешь завтра ко мне в школу? Ну, раз я обещал, конечно, приду. А ты расскажешь свою историю про войну? Историю про войну? Конечно, расскажу. Вот все в классе точно завидуются мне, потому что у меня дедушка такой есть. Я тебя очень люблю. Степан Толмачев – герой Советского Союза. Его роль в фильме сыграл наш земляк Владимир Шустав. На экране актеру пришлось постареть на 20 лет. В фильме он 90-летний ветеран Великой Отечественной войны. Это я уже в наши дни. А молодого, актер молодой, который играет военный период, весь война, там прочее. Это актер с Караганды был молодой парень. Много дублей, времени уходило очень много. Мне еще мой визави в молодости, он кореглазый, а у меня глаза голубые. Мне вставляли линзы коричневые, чтобы глаза сделать коричневыми. Роль в отечественном сериале Владимир Шустав получил неожиданно. Он единственный актер из Северного Казахстана, принявший участие в съемках этого фильма. Сюжет ленты вымышленный, и в то же время это правдивая история о войне. Действие происходит в наши дни. Режиссер картину построил на флешбеках. Военные эпизоды – это воспоминания двух ветеранов, однополчан, двух друзей, которых разлучила война. И волей судьбы, через 70 лет, 9 мая, они встречаются в школе. Сердце сжимается. Иду, иду. Отойти до своих никак не могу. Холод. И просыпаюсь. А тебе война снится. Снится, проклятая. Снится. Съемки в Алма-Ате происходили, в школе, дома, в квартире. А в основном съемки военные, где действие война шла, это они снимали где-то уже в горах Алатау, в Рочи, там березовый. Ну, находили, в общем, русские эти самые пейзажи. Фильм «Приказ вернуться с живым» вышел в свет 8 мая на телеканале «Хабар» в киноленте 5 серий. Кристина Горбаченко, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК. Гастрольное турне. Работы творческого коллектива областного русского драматического театра имени Николая Погодина увидят в Караганде и столице Казахстана, Астане. На выезде погодинцы покажут три спектакля, которые завоевали популярность у североказахстанских зрителей. Наша съемочная группа проводила труппу в поездку. Ранним утром актеры, машинисты сцены, костюмеры, реквизиторы и режиссеры собираются у служебного входа в театр. В руках чемоданы. Артисты к гастролям готовы. Волнуются и надеются на поддержку зрителей Караганды и Астаны. Все готовы к дороге, готовы к работе, на позитиве. Как всегда, это гастроли, это всегда здорово. Но то и театр. Театр этим должен жить, дышать, обмениваться, смотреть. На сцене Карагандинского русского драматического театра имени Станиславского и в Государственном академическом русском драматическом театре имени Горького в Астане североказахстанские актеры покажут свои последние работы. Это гарнир по-французски «Мой бедный Марат» и «Чемоданное настроение». Кстати, последний раз на гастроли по стране погодинцы ездили в 2005 году. Хочу сказать большие слова благодарности Управлению культуры Акимату, лично Акимобласти за то, что нашли деньги для этих плановых гастролей. Действительно, долгое время не было гастролей. И сейчас эти гастроли, я думаю, праздник для артистов. И надеюсь, что мы сделаем праздник для тех городов, куда мы приедем. Билеты раскупили, да, конечно, у нас. Надеюсь, будут аншлаги. На выезде труппа театра в составе 30 человек пробудет до 23 мая. Гастроли обойдутся в 3,5 миллиона тенге. Ближе к осени артисты планируют съездить с обменными гастролями в Омск, на фестиваль Викатеринбург и Кокшетау. Кристина Горбаченко, Владимир Боровков. Новости МТРК. И о спорте. Ориентир на Олимпийские игры. Велосипедисты континентальной сборной Вина Форева приняли участие в чемпионате Азии по велоспорту. Чтобы завоевать путевку на Олимпиаду, им необходимо набрать как можно больше очков. Справляются ли они с этой задачей, узнавала Александра Солмина. Дождь, ветер, палящее солнце. В любую погоду спортсмены на тренировках. Каждый день наматывают по 120-140 километров. Упорный труд и преданность делу помогают достигать новых спортивных вершин. Сезон только начался, а у команды Вина Форева уже есть результаты. В феврале североказахстанцы приняли участие в чемпионате Азии. После двух месяцев тренировок уже показали отличные, хорошие результаты. Жандос Бежигитов занял второе место в индивидуальной гонке в категории элита. Это очень показательно. Заработал достаточное количество очков для олимпийской лицензии. Земляков Олег занял четвертое место в индивидуальной гонке в категории до 23 лет. Это тоже, в принципе, неплохой результат. И Майдос Теллиген занял седьмое место. Тайвань. Здесь наши спортсмены стали третьими среди 22 сильнейших велокоманд. Бронзу завоевали и в Таиланде. Всего же североказахстанцы достойно справились с пятью многодневными гонками. Последняя проходила в Азербайджане. Было непросто, рассказывают велогонщики. Но даже сильный ветер не помешал хорошо себя показать. Капитан команды Александр Шушимуэн пришел вторым. Теперь перед северянами стоит задача заработать как можно больше очков в Иране. Они нам нужны, чтобы нам заработали лицензию на Олимпийские игры. Нужно быть в азиатском рейтинге, быть первыми или вторыми. Нужно быть по всей Азии. Ну, в принципе, у нас команда сильная очень по рейтингу всех стран. Я думаю, что это, в принципе, реально. Отправиться в Иран североказахстанцы уже через неделю. За шесть дней они должны преодолеть там около 1100 километров. Говорят, самые главные их соперники – хозяева трассы – иранцы. Но нам нужна только победа, говорят спортсмены. Уже после этого этапа их ждет подготовка к чемпионату Казахстана. Пройдет он в Петропавловске. Наши гонщики надеются, что велоспорт в области выйдет на еще более высокий уровень и завоюет еще большую популярность среди молодежи. Тем более, что с появлением континентальной команды перед начинающими спортсменами открываются заманчивые перспективы. Александра Салмина, Желдузбек, Ермуканов, новости МТРК. На сегодня это все новости. Смотрите МТРК, будьте в курсе событий. До встречи в эфире. Прогноз погоды на вторник – 19 мая. Малооблачно, днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный – 3-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем – 14-16 градусов выше нуля. Продолжение следует... Продолжение следует...